Привет! Ты крутый классен, раз зашел на ясен. Меня зовут Юрий и сегодня мы начинаем прохождение нашумевшей в последнее время игры под названием Valheim. Это RPG, это симбиоз Майнкрафта, Скайрима, Симсов, GTA и всего остального. Все одно вместе сочеталось в себе и родилось на свет. Это игра, что-то в духе германо-скандинавской мифологии, Одинов, Фреи и Валькирии и всего остального, что существует в мире данной мифологии. Вот, решил я в нее, я играл сам для себя и решил ее записать для прохождения, потому что смотрю, захожу в YouTube, пишу Valheim, одни гайды, одни какие-то сраные советы ни одного прохождения. Я думаю, почему мы не записать прохождение, правильно? Ну, там, конечно, было пару-тройк прохождений, но не так много, насколько бы хотелось. То есть, нету какого-то выбора, поэтому я еще решил записаться в строй прохождений по данной игре. Я уже заходил, создавал персонажа и немножко опробовал мир, как бы, испытать, подходит ли мне данная игра. И я думаю, что она мне подходит, нам с тобой подходит. Давай создавать персонажа. Здесь за мной не видно, но, поверь мне, здесь ничего важного нету. Вот, прическа. Я думаю, создавать прическу какую-то такую, вот такую вот, потому что волосы, волосы это что? Это вши, это грязь, это всегда они ментеляются и за ними нужно как-то ухаживать и расчесывать, и кончики там сечутся и так далее. Зачем оно нужно? Пацан должен быть короткостриженный, ну, не на волосы, конечно, на волосы тоже можно, но, чтобы выглядеть более-менее презентабельно, волосы хотя бы должны быть. Бороду. Тоже такую бороду не хочу, она у меня не растет, поэтому я выберу что-то, что-то вот такое. Вот, что-то вот такое, чтобы более-менее выглядел он нормально, как настоящий викинг. Викинг без бороды, это то же самое, что мужик без яиц, поэтому борода обязательно должна быть. Глубина цвета, давайте, что-то вот такое вот сделаем, что-то вот такое каштановое, и назовем его Ясен. Ясен, тогда? Ясен. Хорошо. Нажимаем готово, вот у нас есть туника, начинаем нажимать. Вот как раз мир, которым я играл, то есть начинал играть, и я его, в принципе, забросил, потому что, ну, там я не намного прошел вообще, потому что хочу пройти ее с вами вместе, и назовем ее Ясен, я не знаю, World, Ясен World, короче. Не буду запускать сервер, не буду его поднимать, пароля здесь тоже не будет, поэтому нажимаем начать и начинаем. Прошу прощения за то, что у меня написано активировать винду, я ее еще не активировал, ключик я еще не распаковывал, потому что винда нулевая, и по регламенту винду там что-то активировать нельзя, в течение какого-то определенного срока мне сказали, поэтому я делаю то, что они мне сказали. Я законопослушный гражданин. Так, загружается долго, потому что мир длинный, подсказка столь, что и вылетела, и сказала, пошел ты в жопу, Юра. Нахера на 109 подержда. Давным-давно всеотец Один объединил миры, он поверг своих врагов и заточил их в 10-й мир. Затем он обрубил ветви, которые соединяли эту тюрьму с мировым деревом, и оставил ее дрейфовать в изгнании. На протяжении веков этот мир пребывал в спячке, но он не исчез. Покатая льды, в изныкали исчезали царства 10-го мира без присмотра богов. Когда Один услышал, что его враги вновь набирают силу, окинул он взглядом Мидверд и послал своих валькирий отыскать в нем величайших воинов. Мертвые они возродятся вновь. Хорошо, это, наверное, по поводу нас, по поводу нас как величайших воинов, и мы по-любому будем величайшими воинами, ты и я. Так, это, я понимаю, валькирия. Это не ворона, не какой-то, не петух. Петухи не летают. Вороны, наверное, летают, по крайней мере, там, где я живу. Вот, а такая ворона может еще и бегать, и догнать, и еще пизды тебе отхватить, блядь. Замечу, что идет сильный дождь, и мы валькирии в клешнях, и она нас через деревья проносит. Ты что, я пассажир, ты что, мне листья позалазили и в трусы, и в горло, и в нос, и гайморит я схватил и заболел. Бронхит у меня, сука, вылечите меня, я заболел, наверное. Так, лететь в такую погоду. Ты что, дура, что ли? Лети давай, пока я тебя не догнал. Хе-хе-хе, улетела, ты понял, послушала, у нас такая, ой, вля, сейчас нам дадут пизды, лети им отсюда быстрее. Хуген, поговори. Добро пожаловать в 10-й мир, воин, я Хуген, послан сюда, дабы спровождать вас в ваших пути. Ты что, ебанулся, что ли, что, дурень? Так кто такой вообще? Что, дурак, какой-то грейлинг? А что, русского имени нету, что, иностранец? Эй, слушай, парень, не подходи ко мне, гейлинг, вот так тебе мрасти. На каком языке с тобой разговаривать, урод? Так, Хуген, ты смотри, мы опустились сразу с неба на землю, и нас тут сразу приземлили какие-то непонятные деревни ходячие. Хуген. Так, вижу кабанов. Какой-то там еще нег был. Один повсюду разбрасывает магические камни в качестве указательной пути к павшим. Если присмотреться, этот камень откроет место призыва Эйк-Тюра, вашей первой жертвой. Вам нужно хорошо вооружиться, прежде чем пытаться победить это могучее чудище болотное, блядь. Короче, я, в принципе, здесь уже был, расскажу тебе. Здесь есть боссы, их пять штук. Какой-то скелет, какой-то динозавр с ревматизмом, блядь, его скрутило, как пиздатую крутилку. Вот это у нас, я бы сказал, что это, знаешь, в черепашках ниндзя был такой человечек. У него мозг был в желудке. Вот он похож на этого человека, но как я имени вспомнить не могу, поэтому это какой-то сумоист, обезбашенный ебануться, какой-то здоровый, блядь. Так, это у нас какой-то слендермен или какой-то король с заебатыми плечами. Ему только в UFC идти и так, короче, всех вырубать плечами, как Конор Могрегор. Так, это у нас олень. Как раз Эйк-Тюр, олень, первый босс. Прочитать. Короче, такая вот поэма, жесткая. Давай прочитаем по остальных. По остальных я как раз не читал. Трофей, крюк. Хорошо. Прикрепить предмет. А читать нельзя, что ли? Здесь прочитать можно. А можно. Царь лесной, что леса самого древней. Повелитель тех, кто прозябает у его ступаней. Его корни прорастут, где были раньше города. Кровь их для него вино, а плоть, еда. Я вам не вражаю. Ух ты, сука, какой этот алкоголик, блядь. Кровь у людей пьют. Вампир какой-то, обезбашенный. Наверное, вампир, скорее всего. Так, жертвенный камень. Прочитать. Сумоист. Странник, под ноги смотри. На могилу нашу не наступай. Тысяча костей без мяса мы. Жизнь свою ты нам отдай. Рэпчик, блядь, ебаный ворот. Хе-хе-хе-хе. Ладно. Давайте прочитаем. О, чутка кашка какая-то. Добавлен смола. Новый предмет. Факел, ебаный ворот. Иди в жопу. Хе-хе-хе. Сказала игра и не дала нам дочитать. Прочитать. Солнце с луною крылами затмит. Крылами, блядь. Еще раз. Ну, два раза посветилось и сбило мне с толку. Солнце с луною крылами затмит. Наша матерь спускаясь. С высокой горы ливнем она свои. Слезы прольет. Голос ее нас домой отведет. Ну, я не знаю, о чем это. Ну, какой-то динозавр. Давным-давно корону он носил. Под небом красным словно кровь. Теперь он превратился в дым. Но дух его не ждет. Пока. Ну, здесь понятно. Какой-то король нежити. Какой-то скелет. Король скелетов. Ну, вот более-менее здесь. Здесь и вот здесь. Более-менее понятно. Ну, вот это вот. А просто маиста вообще какой-то бред. Так. Что нам нужно сделать? Так это, как и во всех. Майнкрафтах, блядь. Давайте срубить. Не срубить, а добыть топор. Чтобы потом заниматься остальными делами. Так. Навык улучшен бег. Навык улучшен бег. На нас напали. Так. Кремень. Я уже, в принципе, разобрался. Чтобы не тупить. Чтобы было интересно играть. Когда летсплейщик тупит. Это просто боль для этого. Для зрителя. Вот. Малина. Малину собираем. Ее можно жрать. С нее можно варить какие-то, не знаю, ништяки. По типу варенья и всего остального. Палки. Собираем ветки. Палки здесь не так, как в Майнкрафте. Мы берем и голыми кулаками ебашим дуб. А все-таки по-умному как-то собираем палки и крафтим потом что-то. Хугин. Лакомый кусочек. Вы нашли чем перекусить. Поешьте скорее, чтобы улучшить свою здоровью и выносливость. Помните, что вскоре вы проголодаетесь. Поэтому старайтесь всегда иметь на готове хотя бы пару разных блюд. Хорошо, Хугин. Благодарю. Короче, малина. Сразу ее ставим вот сюда. Так, прилетел опять. Давайте ее жрать. Так, пожалуй, малину высветилась в левом углу. Если ты не заметил, посмотри. Правительство инверталь. Большинство предметов необходимо создавать. Так вы только недавно прикинули Мидгард. Вам придется вспоминать истинную форму вещей. Просто собирайте все предметы и я уверен, что все вспомнится. Мой младший брат Мунин сказал мне, что можно сделать каменный топор из древесины и камня. Хорошо. Хорошо, замечательно. Мы пропустили много веток. Так, это не подобает нам, как настоящему выживальщику. Потому что здесь нужно жестко выживать. Поэтому мы не пропускаем ни единой щели. Заглядываем в щели, в щели девок, в щели деревьев. Во все щели мы будем заглядать и смотреть там, что находится. Так, давайте. Собрали мы то, что нам нужно, наверное. И теперь нужно сфарганить молоток. Делаем молот. И, в принципе, костер, стопка деревьев, ремонт. Хорошо. У нас есть молот. Ним, наверное, можно биться. Нет, ним нельзя биться. Я даже не помню, можно не биться или нет. Вы создали молот. С помощью этого инструмента вы сможете создавать надежные помещения, высокое укрепление. Начни со строительства верстака, который позволит нам создавать другие предметы. Если я сильно быстро почитал, прочитаю еще раз. С помощью этого инструмента вы сможете возводить надежные помещения и высокое укрепление. Начните со строительства верстака, который позволит вам, вам, тебе и мне создавать другие объекты, предметы. Нужно сначала найти место, где мы будем ночевать. Ну, в принципе, на данной локации пока что жить. Поэтому давайте отмечу отличный графоний. Может, не у всех он такой будет хороший, потому что в игре можно включить ультра, как и во всех обычных играх. Но если у тебя компьютер слабенький, игра будет не очень красивой. Но если ты не паришься по поводу графена... Что-то мне здесь... Если ты не паришься по поводу графена... То, в принципе, игра пойдет и на слабых ПК. Так, видим какие-то жабы. Нек. По-английски шея. Но это ни хера не шея. Это какая-то пиявка, блядь. С ногами эволюционировались, суки. Пиявки как? Присмактываются и отсмактываются. Ну, ты их отрываешь. А эти эволюционировались, что уже в речке никто не купается. Речку так засрали, что пиявкам некого сосать. Теперь они эволюционировали. У них выросли ноги, руки, глаза. И теперь они вот такие борзые бегают и присасываются к людям. Мы теперь ее будем бить. Пиявка не очень зловещий персонаж. Фост Никс. А Никс его зовут. А че ж русификатор-то еще до сих пор не работает, что ли? Че ты? Че это его... Нормально-то не русифицировали эти разработчики. Вы чего? Нужно ж... Нужно, если игру выпускаете, нужно ж все доделывать, правильно? Че мне теперь? А если я английского не знаю? Че мне теперь делать-то? Нек. Да будем называть его неком. Хе, ник ебать. Так. Вижу какую-то вышку. В халабуду. Советую нам туда пойти. Че он потеет? Или он течет как сучка бешеная? Хе-хе-хе. Так. Ну я про персонажа говорю. Видишь, он какой-то... Бегает он как... Как Аполлон какой-то. Как эталон мускулатуры, блядь. Как греческий бог. Ты смотри на него. Грудь вперед. Взгляд в бог. Просто какой-то этот... Ух ты, блядь. Просто какой-то сексуальный агрессор, доминантер и так далее. Так, открываем. Это, наверное, скорее всего туалет. О! Смотри, что я увидел. Хо-хо! Вот. Ты понял, какие ништяки можно достать? А как ты, интересно, его достаешь? Он же ведь непонятно где находится. Но ничего страшного. Давайте собирать грибочки. Вот грибочки я вижу. Насобираем пока солнце. В зените. Правильно. Надо собирать предметы. Сколько можно собирать, собираем все. Оленей мы не словим, пока не сфармим лук. Потому что олени очень быстро бегают. Так. Никса. Ник. Ник. Нек. Шею мы не будем пока крутить. Потому что... В принципе, не нужно. Просто не нужно. Он нам сейчас ни к чему. Я рекомендую, советую, чувствую и вангую. Нам нужно найти заброшенную какую-то хату. И в ней, в принципе, жить пока что на время. Оп. 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 Смотри, смотри. Смотри. Охо-хо. Гопак. Хояк. 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 Ты можешь так? Сука. Ты урод. Скотина ты, падла. Ты посмотри, как я прыгаю. Пяточка. Носочек тянешь. Вот так. Вот как в нашем балетном училище нас учили. Смотри. Он какой. Извращенец. Ручками. И вот так вот хочет нас полапать. Понятно. Мы красивые. Попа у нас накачанная. А ты какой-то старый суда. Непонятно, что это. Лесной. Наверное, какой-то лесник. Лесной дух. Так. Собирай камни. Собирай камни. Собирай кремень. Я пока не вижу. Никакого дома. Чтобы можно там было освоиться и пожить. Мы уже... У нас сырость. Мы отсырели полностью. И бегает он ужас как медленно. Такими вот перебежками. Мне немножко не нравится, как он бегает. Давайте что? Давайте будем искать, что ли? Кремень собирать. Собирать все, что на пути нам будет попадаться. Мы будем собирать, забирать. Потом-то и пригодится в любом случае. Давайте. Так. Сразу скажу тебе, что это прохождение. Просто. Вот ты что такое? Ты что, дурень, что ли? Скелетон. Слышь ты? Ёбаный в рот. Я у тебя у дуванчика поспиживаю, можно? Скелетон. Вот ты что такое? Я куда-то не туда заберел, ребята. Бегим отсюда. Беги, слона, голову, беги отсюда. Это какой-то... Ой-ой-ой. Черный лес. Я не хочу сюда. Что я в черный лес забыл? Черный лес. Какая-то вообще... Жопа какая страшная локация. Ну да, нужно отсюда бежать. Ай, прыгай ты, мразь. Ты же... Этот. Как его? Атлет. Наелся котлет, блядь. Хугин. Так, вы забрели в черный лес. Это место может быть опасным, неподготовленным. Вы кажите, что вы достойный, убив Эктюра. Так указателей-то нету. Я знал, куда бежать. Бегу, куда глаза глядят. Ты хотя бы... Этот. Хугин. Объяснил, куда можно, куда нельзя. Я бежу, куда глаза глядят. Да и все. Этот болерун наш бегает как-то очень странно. Выносливости у них никакой нету. Беги, сука. Так, кабаны. Ой-ой-ой. Какие они бешеные-то. Свинка, отвали. Ну ты и свинья, блядь. Не человек, а свинья полнейшая. Иди в жопу. Нюхай. Хе-хе. С меня подкапай. Че ты... Че ты сзади примазался? Я не самка, нихуя, иди в жоп. Бор. Ну это еле вепр, либо кабан. Я не знаю, у кабана есть вот эти вот... Ну... Смотри, бегут за мной. Я не ваш вожак. Я не буду вас ебать. Хе-хе. Смотри, не отстают прям. О! Я вижу что-то, вижу что-то, что-то попало. Я не знаю, у самок вот эти вот... Как различать кабанов, самок и... Ну, кабанов-самок и кабанов-самцов. Эээ... Эээ... Я не знаю, растут ли вот эти вот зубы, рога у самцов. У самцов растут, наверное, у самок нет. Может, растут или нет? Вот у меня вот такой вопрос. Растут или нет? Отвечай в комментариях. Да или нет? Посмотрим-то и... Познание... Эээ... Где они? Отдыхай, сука, урод. Козлина. Все, запрыгивай. Вот. Заебись. Ой, не заебись, блядь. Свиньи ебаные. Хе-хе. Сок, а уроды. Давай запрыгай на камень, что ли? Блин, жизни осталось чуть-чуть. Только начали умрем сейчас. Ну, это ж позор. Хе-хе. Это позор всего летсплея. Ты что? Давай беги, ты. Индюк ебаный, блядь. Где двери вот этих хуйни? Где они? А были вон где-то там. Все, иди в жопу, нет никого дома. Нет? О, хорошо, замечательно. Здесь мы будем жить. Нас кабаны привели в место там, где, в принципе, и нужно. Малину мы что, все съели, что ли? Ну, ладно. Так, давайте будем смотреть, что у нас здесь есть. Первое, что я сделаю, вот здесь вот разведу огонь. А, нам нужна ремесленская стойка. Это, я понимаю, верстак. Ну, давай ставить его тогда. Ну, как-то вот так, чтобы он места занимал не очень много. Убежали, наверное, да? Убежали, суки, мрази. Так. Давайте поставим костер. А камней нету, что ли? Блядь. А, у меня же факел все время был. Кабаны боятся огня, наверное. Чего же я их не бью-то? Ладно. Рецепты вылетают и вылетают. Давайте собирать камни. Для нашего первого выживания, чтобы был хотя бы костер, чтобы можно было что-то приготовить, пожрать. Дуванчики соберем. Смотри, какие кабаны. Просто какая-то это... Мразина просто преследует и не отстает. Блин, ну, я не знаю, жить здесь или не жить. Какое-то такое подозрительное, в принципе, место. Ну, ладно. Что ж поделаешь-то? Давай я сразу на карте отметим. Будет у нас дом. И все. Хорошо. Закрывай. Замечательно. Открываем. Берем молоток. Ломаем. Зачем, спросишь ты, мы ломаем. Для того, чтобы костер поставить, он не ставится на деревяшки. Он такой привередливый, что на деревяшки он не встает. Так. Поднимаем ревесину. Здесь мы проходим. Здесь я тебе скажу, что нужно сделать. Это нам нужно... О, Хугин. А что ты здесь делаешь? Застрял мне в крыше. Разговаривать с ним нужно, что ли? Блин, застрял бедный Хугин. Ну, ладно. Давайте сделаем крышу. Строительство. Так, а древесины нету, блин. Топор, наверное, нужно сделать. Давай. Прочее ремесло. Строительство, мебель. Нет. Давай. Где? Факел. Дубина. Молот. Каменный топор. А, древесины все-таки нету, да? Так, ну что сделать? Давайте тогда что-то решать. Заглядывали мы сюда? Да, заглядывали, наверное. Стойка. Стойка должна быть в помещении. Она, сука, где? Не в помещении, блядь. Ты что, дурак? А где она, блядь, по-твоему, находится? Дурень ты. Тупой. Теперь она в помещении? В помещении. Так, на верстаке вы можете создать сложные предметы, а также открыть больше зданий, которые можно построить с помощью молока. Хорошо, спасибо, дружище. Древесина одна. Всего. Че мне опять ветки идти собирать? Ну давай. Побежим. Будем собирать ветки, а то нам даже топора сделать нельзя. Древесина. Так, темно очень. Ничего не вижу. Давайте вот так вот бегать, чтобы было более-менее видно что-то. Так, вижу ветку одну. Бери ее. Ну и, в принципе, с факелом на нас, наверное, нападать не будут. Какие-то темные существа. Вот. Блин, дефицит веток. Полная жопа. Вижу еще одну. Беги, 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 подбирай. Мало веток. О, смотри, под ногами прям была. Я ее не заметил. Видит он, он лесной ходит. Извраченец. Глаза у него горят. Ты сядь. Видит он нас, нет? Вам холодно. Да не холодно мне. У меня футболка есть, бля. Штаны. Так, увидел, наверное. Бразь. Но он к нам не подойдет, это я скажу сразу. Потому что у нас факел есть. Если ночью температура упадет или вы промокнете, вам станет холодно. Выносливит будет восстанавливаться медленнее. В таких случаях лучше найти укрытие открытого огня. Хорошо, спасибо, Хугин. Благодарю. В принципе, я до этого уже знал, потому что я играл. Где-то примерно час. Вот. И это нам дает очень быстрый стан. Давайте загоним этого олимпийца в загон. А то он холодно ему видать. Скажу, вот тебе дерево. Дерево мировое, как в God of Wars. Если ты не играл, там тоже такое дерево есть. Дерево между мирами, которое. Переход между мирами. Давайте. Блин, а что у меня прям дерево так растет, что ли? Да? Ты прикинь. Смотри, круто. Прошу отметить. Смотри, какие красивые лучи через деревья проходят. Красота. О, у нас есть щель. Можно смотреть. Окно прям у нас есть. Какая-то евро-хата. Заходи. Заходи. Сделаем, наверное... Что там? Топор. Кремень. Давай, кремневый топор сделаем. Он лучше, чем каменный. И это замечательно. Давайте скинем вот сюда все, что нам не нужно. Например, кремень. Грибы нам с собой носить не к чему. Вот это вот тоже носить не к чему. Монеты. Кстати, давай камни пусть будут. А монеты там перенесем. Стрелы у нас есть. Но лук пока мы не сможем сделать. Потому что у нас как минимум нет кожи. Достаточное количество. Или вообще нет. Я уже забыл. Что делать? Что делать? Нарубить деревья? Нарубить деревья в первую очередь. Давай, руби. Быстрее. Блин, как он медленно рубит деревья. Смотри, как деревья падают красиво. Ну, ты такого нигде больше не видел. Но он, конечно, не возьмет так ветку, как Кратос. Но порубить он-то ее порубит. Так. Звездный. Звездный олень зазвездил свой бежал. Ой, так. Ну, это, походу, вожак. Различать их можно. Как оленей вожаков и олених обычных. Давайте еще вот это вот срубим. Оно некрасиво как-то растет. Криво выросло. Не нравится мне. Это мой лес. Я здесь теперь обитаю. Я здесь живу. И мне в саду должен быть порядок. И чтобы, сука, вы звери, не срали умля на полянке. А то я вам возьму и эту ветку в жопу запихаю. Давай, руби ее. Нужен инструмент получше. Мы, походу, березу рубим. И она не рубится обычным топором, наверное. Хорошо. Давай. Замечательно. Я в свое время. Ну, у меня сейчас время и свое. Дрова тоже рубил. Колол колуном. Очень сложное занятие, в принципе. Особенно, если дерево твердое. Сосна рубится хорошо. А вот дуб, например, колуном колется. Но если он плотный, здоровый, блин, его столько рубать. Можно себе колун поломать. Очень темно. Но что нам нужно скрафтить? Крафтится. Ломай эту жопу скотину. Которая выдает себе за кровать. Но это ни хера не кровать. Это какая-то... Это какой-то котячий лоточек, на котором спать нельзя. Вот здесь, да. Кровать, вот она. Вот эта вот кровать. Она, похоже, только что была вот эта вот. Но она, я тебе скажу, наверное, старая. И на ней спать нельзя. Она не тыкается. Отдых для уставших. Спите всю ночь напролет в своей кровати. Просыпайтесь в бодром состоянии и с полным запасом энергии. Еще одним улучшением вашего дома смогут стать сундуки для снаряжения на случай, если вам случится что-то неприятное во время исследования. Ну, умрем и, наверное, погибнем. Что еще я сделаю? Так это вот эта. Стойка для готовки. Потому что на костре он мясо не готовит. Хоть убей, он не хочет готовить его на пустом костре. Поэтому должна вот такая вот стойка быть, на которую мы ставим мясо. Я сейчас тебе докажу. Берем пост Никса, например, да. И готовим его. Вот оно готовится. Готовится оно приблизительно 20-30 секунд. Нужно нам поесть, потому что у нас 9 жизней всего. И кто там, сука, ходит, не ходи сюда во дворе в чужом. Получишь по спине. Приготовилось. Вот этот шипящий звук, это означает, что пища приготовилась. Давайте выключим факел. У нас костер, в принципе, все освещает. Возьмем пост Никса и съедим. Съели. Все, жизнь пополнилась. Занимаем кровать. Ясен с кровать. Установили точку возрождения. Если мы умрем, здесь мы и будем останавливаться. Во сне вы сидите у огня в большом зале. Вас окружает болтовня знакомых голосов. Лица расплываются, как дым, а имена ускользают из памяти, но тепло вспоминаний. Блин, как оно быстро меняется. Вот эти вот сны, они, в принципе, прикольные. Можно почитать, но не обращай внимания, у меня что-то там пикает, на кухне готовят. Очень быстро проходит. Давайте семена бука, наверное, вот сюда. Перья вместе положим. Сны быстро проходят, я не успеваю их читать. Их нужно читать, ну, как? Так, их нужно читать, чтобы понимать их смысл. Если ты читаешь быстро, ты сосредоточиваешься на скорости, на качестве, ты проседаешь. Поэтому разработчик должен добавить немного времени или кнопку, например, пропустить. Вот сон прошел, ты дочитал, нажимаешь пропустить, и тогда ты просыпаешься, чтобы оно само не менялось, потому что это беда. Что нам нужно? Я вижу, что-то там мерцает. Смола. Хорошо. Это утро, мы уже проснулись, поэтому давайте исследовать мир на наличие ягод. Ягод с ягодами, походу, беда. Я их найти не могу. Пока что. Давайте его завалим. Нам нужно прокачивать навыки, здесь РПГ, поэтому... Иди сюда, дурень, ты что, убегаешь? Он такой прикольный, какой-то школьник. Он бегает как школьник с большим рюкзаком в первый класс, напихает книжек всяких, идешь и радуешься, идешь в школу, радуешься, а потом через некоторое время понимаешь, школа и такая херня. Сидишь там, мучаешься, думаешь, за что мне, за что мне эти грехи? Я ведь еще не успел нагрешить в этом возрасте, вы меня сослали в какую-то школу. Зачем она мне нужна? Давайте кабанов лупить. Кожа, обрывки. Да, для одежды, как минимум. Щит. Короче, видишь, очень куча рецептов. Много вылетает при убийстве разных монстров, потому что с них падает разный лут и всякое ненужное говно, которое потом в итоге будет нужное. И без него ты, блин, прям пропадешь. Тому туман такой, смотри. Бай, какой горный птиц. Это чайка, блядь. Это тупо чайка, гордая чайка улетела. Видел когда-то видос, как чайка съела воробья. Целого, блядь. Целого воробья взяла и сожрала, прикинь. Так. А, забрать все? Давай. Целого воробья просто взяла и сожрала. Проглотила, блядь. Она его просто, она его даже не жевала, она просто сожрала его. Я все знаю. Может, это такой чайка-юбер, блядь. Ты в нее садишься, и потом она тебя куда-то доставляет. Но мне кажется, это был просто какой-то каннибализм, блядь. Птица сожрала птицу. Ну, если орел сажал птицу, это ладно. Она ведь такая. Настоящая хищная птица. А чайка-то что? Это как бы птица для мусора. Она хавает мусор и сырёт на корабли и на машины. Типа как голуби, только морские. Древесина. Собрали древесину. Она, в принципе, не нужна нам ветки, в принципе, собирать, потому что у нас есть топор, и мы можем их нарубать. Я увидел малину, мы ее собрали. Смотри, сколько заброшенных домов. Так, улей. Улей, улей, улей. Расскажу про улей. Его нужно сбивать луком. Поэтому нам, чтобы его сбить, давайте его пометим сразу. Вот здесь мы находимся. Улей, наверное, будет не это, портал. Похоже на портал. Это у нас будет улей. Вот, напишем бис, да? Ой, бис. Все. Здесь у нас будет улей, и мы вернемся и заберем наш мед. Пока что у нас... Пока что у нас нету лука. Нам с медом... Ой, с улей делать нечего. Вау, это что, снег? Ммм, круто. Я когда играл... Кара! Вау! Хуген, прилетишь, расскажешь мне, что это? Вы замерзаете. Бля, мне холодно. А, мы сюда не можем добраться, да? То есть нам холодно. А можно что-то забрать? Вот я в хижину зайду. Там, наверное, холодно не будет. Ну, нам как минимум должна быть нормальная одежда, чтобы выживать, правильно? Ой, и тут пчелы. А как пчелы зимой-то улей-то построили? Это бред. Да и мне уже не холодно, я по траве бегаю. Не беси меня. Как улей может находиться в вот таком вот биоме, снежном? Улей. Пчелы же любят теплоту, правильно? Их же зимой. Ты же не увидишь пчел зимой, это же бред. Так, я, в принципе, сейчас ищу сундуки. И вот они. Деньги. Деньги, я так понимаю, для торговца с кем-то можно торговать. Нужно их собирать. Я здесь бегаю все время, и какой-то плохой нам попался биом. Очень плохой, скупой на лут. Ну, вот малина. Как минимум вот здесь есть. Давайте ее собирать. Пока она попалась. Малины нужно очень много. Малина очень полезная и восстанавливает здоровье. На никсов приходится охотиться, наверное, потому что кабанов я вижу не очень много. Попадаются, но беда пока с ними. Он очень сильно выдыхается, пока что. Потом будет попроще. Мы прокачаемся. Вышка. Вот такие вот построения, как бы вышки, там дома, в которых ничего нету. Я так понимаю, что они просто стоят для того, чтобы если ты увидел, зашел в них. И если там есть сундук, то ты, в принципе, зафармил. Ну, или на крайняк вот эти вот улей, да. Так, ну этот дом побольше. Я бы сюда переехал. Здесь ничего нету. Думаю, можно отсюда пока что уйти. Так, а где мы вообще находимся? Ого! Главное, чтобы в черный лес не забежать. А то нам быстро нас расчехлят там. Сделают с нас куклу для извращений. И будут нас долбать. Долбить. И в рот, и в ноги. Куда захочешь. Так. Давайте, наверное, пока что... Ну, я пока добежу домой. И мы, наверное, на этом закончим. Серии я не хочу выпускать очень длинные. Потому что зачем длинные прохождения? Их смотреть неудобно. Поэтому серии должны быть с вменяемым таймингом. Ну, то есть, временем. Чтобы было как бы удобно просматривать. Чтобы не запоминать тайм-код. И тогда возвращаться к нему. Мы вот так, наверное, побежим. Давайте собирать. Заодно соберем. Все подряд. Что здесь есть? Что здесь нету? Что, малину не собрал? Ветки собрал. А малину нет. Зачем мне нахер эти ветки? Мне нужна малина. Малина самое главное. Давайте спрячем топор. Может, он будет бежать и быстрять. Бежать и быстрять. Быстрее бежать. То он... Ну, прям вообще. Не атлет, не викинг он. Он не викинг. Он девчонка какая-то. Потому что так быстро выдыхаются только девчонки. Ну, неподготовленные. Есть такие девчонки, что и пацанов отпиздят. Но я сейчас говорю за обычных, среднестатистических девочек. Которые не приспособлены к выживаниям в суровой среде. Которые любят сфоткать свои попы в инстаграм. Там постить их. Или заливать свои видео на OnlyFans. Если ты не знаешь, что это такое. Загугли. Хороший... Хороший сервис. Хе-хе-хе. Запомнил, да? OnlyFans. Какие-то вот эти вот здоровенные валуны. И не знаю, зачем они нужны здесь. Это как бы какие-то поляны для... Для каких-то ритуалов, наверное. Скорее всего. Так, грибов. Очень жопа, жопа и жуй. Ну, грибы, они, наверное, сырые, не едятся. Правильно? Давайте проверим. Ну, кто... Какой дурак будет с грибы сырыми есть? Наш, блядь, дурак будет есть грибы сырыми. Грибы, это же плесень, бля. Это как бы, ну, не плесень, это споры. Их нужно приготовить нормально, а то живот будет болеть. Ну, у нас... Видишь, он... Ему как-то насрать. Я так понимаю, что грибы это клетчатка, скорее всего. Но в нашем мире, то есть в человеческом, грибы это не клетчатка. Малина как раз клетчатка. Давай как раз проверим. А нет, смотри. Это грибы тогда что? Углеводы, что ли? Потому что... Почему я так говорю про углеводы, белки и вот эти вот всякие полезные вещества для организма? Потому что в этой игре есть, я так понимаю, сбалансированный рацион. То есть нужно есть белки, углеводы и клетчатку. Ну, клетчатка, может, жиры, но я не знаю. Ну, короче, ты можешь сажать мясо. Мясо ты больше не сожрёшь. Но ты можешь сажать клубнику, например. Ну, малину. Я буду её клубникой называть, она похожа на клубнику. Не малина это ни хрена. И ты можешь сажать одновременно ещё что-то другое. То есть у тебя пока не заполнятся вот эти три ячейки с разными продуктами, с разной питательностью, ты можешь, в принципе, жрать, что тебе захочется. Давайте пожарим мясо, оно у нас есть. Давайте грибы... Нет, грибы пусть будут. Я первый раз узнал, что можно грибы есть. Монет у нас куча. Кожа у нас есть. Это у нас янтарь. Бук пусть будет. Пожарилось, нет? Нет, ещё не пожарилось. Верстак чё так далеко стоит посреди комнаты? Давайте переставим, что ли? Так, мясо сжарилось. Нужно их забрать. Приготовленное мясо. Хорошо. А чё одно? Собирай всё. Правильно, всё собрал. Смотри, вот мы едим мясо, и оно занимает место мяса. Вот так. Занимает место мяса. Хорошо. На этом закончим пока что. И продолжим в следующей серии. Игра хорошая, замечательная. Будет очень много серий, я думаю. Будем с тобой вместе проходить. Я думал её на стрим запустить. Но стримы очень длинные. И мне нужно второй экран. Но у меня его пока что нет. Поэтому записываю пока на одном экране. Чтобы стримы проводить по-человечески, нужно два экрана. Чтобы видеть чат, чтобы с вами общаться. А так с вами не пообщаешься на одном экране. А на этом пока что закончим. Вот так он будет у нас стоять. Красивенько. Мир сохранился. Замечательно. Всё. Пиши в комментарии. Подписывайся на канал. Ставь лайки. Ебаж. В колокольню, сука. Вот так эту колокольню, сука. Ебаж в неё. И встретимся в следующей серии. Всё. Всем спасибо. Всем пока.